Библейский портал экзегет.ру представляет И сейчас мы с вами переходим к изучению 109-го псалма. Традиционно наши встречи проходят в актовом зале Срединской духовной семинарии и записываются редакцией портала экзегет.ру. Несмотря на то, что текст этого псалма короткий, всего 7 стихов, но хотелось бы уделить много времени его рассмотрению в силу его важности, особенно в христианской традиции, с оглядкой на множество мессианских цитат, которые повторяются в Новом Завете. Псалом 109-й был и остается предметом различных богословских споров и научных дискуссий. Согласно традиционной иудейской и христианской экзегетике, заголовок псалма, связывающий его с именем Давида, указывает на грядущего мессию. Отвечая на вопрос, является ли Христос сыном Давида, Иисус по Евангелию от Марка цитирует данный псалом со следующей вводной фразой. «Сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь Господу моему». И дальше идет первый стих данного псалма. А по Евангелию от Матфея Иисус на основании данного псалма делает такие выводы. «Давид по вдохновению называет его Господом». Таким образом, мы видим, что в данном уникальном случае не только текст псалма, но даже его надписание является пророческим, является важным для его интерпретации. И Господь указывает на доверие этому надписанию как исходящему от уст самого пророка и царя Давида. Первый стих 109-го псалма упоминается в Новом Завете чаще, чем какой-либо иной стих псалтыри. Поскольку в 109-м псалме есть близкие ко второму псалму мысли, многие исследователи не сомневаются, что перед нами в какой-то мере царский псалм. Например, в 5-м и 6-м стихах говорится о других царях, которых Господь поразил в день гнева, что напоминает соответствующее высказывание из 2-го псалма. Корни слов, описывающие рождение помазанника в обоих псалмах – 109-м и 2-м – также близки, при этом не только по масорецкому тексту, но даже по его древнегреческому переводу, по септуагинте. Оба псалма, 2-й и 109-й, говорят об особом избранничестве израильского царя и его особой близости к Господу. Объем текста обоих гимнов тоже практически равен. Из текста 109-го псалма неясно, к какому конкретному историческому событию из жизни царя он относится. Связан ли он с честованием дня интронизации или с праздником в память победы царя над врагами? Все это остается вне внимания автора, который делает ударение на вечном. Предвечный Бог становится заступником особого избранника, рожденного прежде Деницы и священно действующему вовек. Вряд ли можно согласиться с гипотезой, что 109-й псалом – это только лишь восхваление новопоставленного царя, неким храмовым пророком по подобию черствования ассирийских царей. Проблемным местом в интерпретации 109-го псалма является указание на слияние царской и священнической власти в одном человеке, что мы наблюдаем и дальше поговорим в отношении 3-го стиха. Объединение священнического достоинства и царской власти в едином лице была распространена в языческом мире, но она была неприемлемой для израильского храмового богослужения от времен Давида до эпохи Маккавеев. Некоторые исследователи, правда, считают, что из-за отсутствия священников сам Давид на очень краткое время выполнял священнические функции. Однако он немедленно восстановил законный порядок совершения богослужений левицким священством после перенесения ковчега на Сион. Но и в этом случае повествование из 2-й книги царств, связанное с процессией перенесения ковчега на Сион, когда Давид скакал, играл и приносил жертвы, вряд ли можно считать точным указанием, что сам Давид приносил жертвы, а не подчиненные ему левиты. Так попытка царя Озии самостоятельно воскурить фимиам на алтаре к отдельным, как известно по книгам Паралипоменон, навлекла на него божий гнев. Слияние царской священнической власти произошло только во II веке до н.э. При таких хосмонейских правителях, как Иоаннафан, Симон и Александр Янай. И только поздние хосмонейские цари стали претендовать именно на такой титул, как царь. Изначально известно, что они были прежде всего священниками, они были из священнического рода Матафии, и в силу сложившихся обстоятельств взяли на себя административные полномочия. Особенность 109-го псалма заключается в том, что он говорит о союзе царского и священнического достоинства, заверенного клятвой самого Бога. Клялся Господь и не раскаялся. Притом это нечто однократное, вечное, неповторимое, что относится скорее даже не к царской династии, но к одной единственной уникальной личности. Именно эти богословские особенности псалма стали основой для последующей интерпретации текста как пророчества о грядущем Мессии. Повествование пророческого гимна строится вокруг двух обещаний Господа Царю. «Стать одесную Бога и стать священником под чинами Хиседека». За каждым из этих пророчеств, которые обозначены в первом и четвертом стихах, следует пояснение. Псалом заканчивается обещанием царю поддержки в его будущих походах против врагов, когда даже обыкновенная вода из ручья будет для него источником для восстановления сил. Ну а сейчас подробнее рассмотрим каждый из стихов данного псалма. Выражение «Сказал Господь» показывает, что высказывание автора исполнено пророческого вдохновения. Перед нами не пересказ известного предания или пророчество, произнесенного древними. Псаломопевец открывает свои уста, чтобы произнести нечто новое, услышанное от Бога. Адресат, к которому обращено послание, обозначен древнееврейским словом «господин» — «атон», которое Сергей Аверинцев предлагает переводить как «государь». В отличие от «септуагинты», где в выражении «сказал Господь Господу моему» употребляются два одинаковых слова со значением «господь» — «киуриоз». Еврейский текст лучше прочитать так. Предложу свой перевод. «Объявил Якова господину моему». «Объявил Якова господину моему». Исходя из буквы текста, напрашивается вопрос. Если допустить, что сам автор псалма был высокопоставленным человеком, ну, предположим, царем Давидом, то кем был тот господин, к которому он относится с таким уважением? Взятый в отрыве от остальной части псалтыри, данное выражение может быть отнесено к обычному царскому сыну, который находился в привилегированном положении по сравнению со своими братьями-принцами. Ну, например, как Соломон по отношению к другим сыновьям Давида. С одной стороны, Давид — царь над Соломоном, но в какой-то момент Соломон объявляется царем и таким образом начинает господствовать не только над своими братьями, но и над самим отцом Давидом. Но с учетом ссылки на особого сына из второго псалма, выражение «Сказал Господь Господу моему» начинает нам казаться, как намек на особый, превознесенный до небес статус этого государя, который по книге Даниила поднимается до облаков в общении с ветхим денами. Бог не просто помогает приближенному государю в борьбе с врагами. По данному псалму, он сам воюет с ними до тех пор, пока они не будут валяться у его ног. У его, то есть у государя. Особый уникальный статус отношений таинственного сына человеческого с Господом, подчинение сына Богу, покорившему всех под ноги его, было поводом для писателей Нового Завета относить высказывания о сыне и господине из 2 и 109 псалмов к Иисусу Христу. «Покорив все под ноги его, всякие земные и ангельские силы, Бог воскресил Христа из мертвых и посадил Одесную себя на небесах», как пишет апостол Павел. Таким образом, Иисус выше Давида, поскольку Давид по книге Деяний не вошел на небеса. Доказательство превосходства Христа над Давидом было предметом полемики Иисуса с фарисеями. Жезл силы – это не инструмент для наказания врагов, а символ величия, скипетр с деревянной ручкой, который царь простирает вперед для указания на границы своего государства от Сиона до пределов земли. Сидение по правую руку от Господа не говорит о беспечности царя, который пассивно наблюдает за тем, как Господь за него борется за безопасность в государстве. Господство среди врагов побуждает царя к действию. Господь обещает поддержку тому, кто, как первозданный Адам, будет овладевать и владычествовать над землей с мудростью, но ни в коей мере не будет господствовать над собратьями с жестокостью, как обращается с рабами. Народ твой готов, подчиненные готовы повиноваться своему царю. «Выходя в день его славы к нему навстречу в праздничных одеждах». Первая часть третьего стиха перекликается с образом паломничества в храм, во время которого молящиеся приветствуют небесного царя дарами. «Воздайте Господу славу имени Его, возьмите дар, идите перед Ним, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его». Первая книга летописей. Однако, поскольку дар в тексте псалма не упоминается, некоторые предполагают, что здесь идет речь о готовности людей нести за царя воинскую службу. Согласно этому предположению, под потенциальными солдатами угадываются люди молодого возраста, юноши, рождение которых подобно росе. То есть, они настолько многочисленны, как роса, что когда во множестве нападают на станы врагов, как падает роса на землю. У врагов не остается ни одного человека. Однако, такое объяснение происхождения росы прежде денницы, то есть прежде рассвета, вряд ли мы можем признать удовлетворительным. Роса, появляющаяся прежде рассвета, то есть до восхода солнца, это в данном контексте псалма, это не роса юности, поскольку образ росы здесь ничего не говорит о свежести юношеского периода жизни или юношеской энергии. За образом из военной жизни в псалме просматривается намек на праздничную церемонию. Двузначное выражение благолепия святыни может служить намеком на богато украшенные священнические одежды или на само благолепие святилища. Следовательно, автор псалма постепенно нас подводит к той мысли, что главный герой повествования не только господин, но и священник. Принимая во внимание уникальность личности, о которой идет речь в псалме, верующему экзегету ничего не остается, как только согласиться со святоотеческим толкованием образа рождения прежде денницы как указание на единосущие сына отцу и бытие его прежде времен и прежде веков. В таком случае слова «исчрево» можно понимать как указание на тождество сущности отца и сына. Как «исчрево» рождают люди, и рождаемые имеют одно естество с родившими. «Так рожден ты от меня и показуешь в себе сущность рожденного», говорит блаженный Феодорит Кирский. И здесь, конечно, нельзя не вспомнить параллели с прологом Евангелия от Иоанна, когда Иоанн пытается объяснить рождение Логоса прежде бытия мира и самого света. Хотя слово «мельхиседек» из четвертого стиха нередко воспринимается как имя собственное, его этимология означает «мой царь цедек» или «цадик», другими словами «мой царь праведник», «царь праведности», «мой царь царь праведности». Указание на чин «мельхиседека» выводит нас за пределы священства Араонова и даже за пределы истории самого Израиля. Союз священства и царства здесь скрепляется в одной личности и заверяется клятвой вовек в лице самого Господа. Помимо данного псалма, «мельхиседек» упоминается в Библии всего один раз. По книге «Бытия» загадочный «мельхиседек» был царем Салима, а город Салим в последующий стал называться Иерусалим. Итак, «мельхиседек» упоминается в книге «Бытия» как царь Салима и священник Бога Всевышнего. Встречая Авраама, возвращающегося с поля битвы, это тогда, когда Авраам освободил Лота из заключения. «Мельхиседек» вынес навстречу Аврааму хлеб и вино, а за это Авраам дал ему десятину от всей добычи. Преосвященство Иисуса Христа, который был распят как царь иудейский, по блаженному феофилакту также началось с того, что Спаситель во время пасхальной трапезы с учениками в прощальной вечере сначала преломил пред учениками хлеб, а затем дал ученикам вино со словами «это мое тело» и «это моя кровь». И тут мы видим какие-то прозрачные намеки на параллель между тем самым хлебом и вином, который несет в руках своих мельхиседек, и тот хлеб и вино, которые предлагает в своих руках Иисус. Казалось бы, выражение «Господь одеснует тебя» из пятого стиха весьма простое и понятное. «Господь рядом с тобой, чтобы поддержать тебя, если у тебя задрожать ноги, или спасти от несправедливого судьи». Однако находящийся по правую руку от царя в древних традициях организации царского церемониала был, как правило, статусом ниже. Был, например, советником царя или его министром. Выходит, что упомянутый здесь «Господь становится для тебя по правую руку слугой, полководцем, который идет вместо тобой и даже за тебя против царей других народов». День гнева – это день суда. Суд же здесь представлен, как жестокая и бескомпромиссная битва, которая приобретает мировые масштабы. Обширная земля – это не аммонитская земля, не земля племени Аммон, как считают некоторые исследователи. Их выводы строятся на созвучии наименования столицы Аммона – Аммон-раббат. Со словом «обширное» или «многое», если буквально прочитать древнееврейское слово «многие» или «обширное» звучит как «рабба» по данному псалму. Следовательно, «голова» в обширной земле не служит указанием на некого князя земли-раба или князя земли-аммонитской. Также маловероятно, что слово «глава» служит указанием на конкретного главу врагов, то есть вождя врагов, самого заклятого врага, лидера врагов или даже антихриста, чью главу поражает семя жены. Скорее всего, речь идет о каком-то собирательном образе врага или указанием на любого из врагов вообще, голова которого будет сокрушена, если он с войсками двинется на священную территорию земли Израиля. В пятом стихе действительно стоят цари во множественном числе, но вот в отношении славянского перевода шестого стиха «глава» конечно, очень хотелось у переводчиков увидеть некий параллелизм между пятым и шестым стихом. Там цари, там главы. И вот это слово «рожь» может означать не только голову в буквальном смысле слова, а может означать главу как начальника. Допустим, глава рода, глава семейства, глава племени, глава государства. Такое многозначное слово «глава». И вот эта глава на земле, конечно, особенно среди апокалиптических настроенных протестантских фундаменталистов рассматривалась как явный указатель на сатану, на антихриста. И проводились, и сейчас в литературе вы встретите множество, пролились апокалипсисом с откровением Иоанна Богослова в отношении главы «Змия». Потому что в книге «Бытия» предначертано, что семя жены сотрет главу «Змия». В апокалипсисе это как-то раскрыто в каких пусть будет даже таких фантасмагорических, гротескных образах. И вот тут на тебе появляется текст посередине с точки зрения исторической хронологии. Вот посолом тоже говорит о некой главе. Если все предшествующее повествование о Мессии, то, конечно, они хотели здесь логично увидеть и антихриста как противостоящего Мессии со своими какими-то падшими англами, которые на земле воюют и преследуют сына человеческого. Но я бы не был бы настолько апокалиптично настроенным, потому что иначе тогда ускользает вот та важная роль внутритрочных отношений, которую по преимуществу нам предлагали видеть здесь святые отцы. Святые отцы древности, они, наверное, были в какой-то мере менее апокалиптически настроены, чем наши современники. Земля многое в еврейском языке, как только что я вам сказал, это раба. Слово раба означает не обширное, тут русский перевод неточный. А земля действительно многое, то есть когда много земли. По-другому это много земли. Это вот игра слов там. Эрец-хараба там, по-моему, стоит в исходном тексте. Земля многое. Повторюсь, вот пространственная, ее много техноделов. Широкая земля. Поэтому речь идет о человеке, который стоит во главе этого обширного пространства, а не многих главах, которые живут на земле. Легко представить себе, как Господь сокрушает народы, но трудно представить себе, чтобы он пил воду из ручья. Отсюда делают толкователи многие вывод, что в седьмом стихе меняются действующие лица. Хотя это как бы ускользает от глаза читателя, но этот прием встречается в других текстах псалмов или пророческой литературы. И, следовательно, главным действующим лицом в седьмом стихе выступает царь. И он здесь напоминает судью Самсона, который воззвал Господу в порыве жажды. Возжаждал воды и воззвал. Или даже судье Гедеону, воина которого пили воду источника, преклоняя перед ним калели. Буквально алкали своим языком, пригибаясь до земли. Дорога к победе трудна, путь извилист. Но даже в малых нуждах Бог не перестает заботиться о возлюбленном царе. Утоляет его жажду, чтобы тот поднимал голову вверх в радостном настроении. Как сказано в ином псалме, «Ты, Господи, щит передо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою». Действительно, некоторые толкователи в силу этого перехода от повествования во втором лице «ты, ты, ты» указующим на самого Господа к Государю, вот этот незаметный переход мы видим в седьмом стихе, думают, что эта строчка была дописана впоследствии, что она выходила за рамки изначального текста. Но я бы утверждал, что она неразрывно связана с предыдущим повествованием и составляет его органичное единство. В качестве аналогии приведу 21 главу Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна – это очень серьезный догматический текст. По сути дела, в Евангелии от Иоанна мы имеем дело не с набором чудес, как по Евангелии от Марка, или притч, или поучении нравственного характера, как в Евангелии от Матфея, и даже не автобиографию Иисуса, как у Луки, а мы через призму пространных бесед Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна получаем представление о том, какова природа Сына, кто Он по существу, как посланник от Отца и как единородный, рожденный от Отца. И весь текст, он гармонично заканчивается 20 главой. И 21 глава – чудесный улов рыбы, в которой нет практически никакой догматики. Но есть указание на то, что будет восстановлен Петр в своем достоинстве апостольском. «Паси Агнесы моя», станет снова пастырем, словесных отец Мессии. Но какой же играет роль этот постскриптум? То есть получается так, что начавшись с некого вневременного зачала, с пролога, в начале было Слово, когда оно было от веки веков, мы в 21 главе Иоанна нашу мысль остановили на то, что некий любимый ученик пребудет вовек. То есть изначально приходит Сын, откуда? Вне времени, от вечности. Он вдруг воплощается и дарует свою любовь, оставляя вместо себя на земле учеников, которые становятся некими Христами с маленькой буквы и тоже по любви Божией начинают пребывать вовек. И в этом случае 21 глава является вот этим постскриптумом, который мы бы сказали бы уже приложением к нам лично, к тому, что относится ко мне, к тебе, ко всем сидящим в этом зале или смотрящим видеозапись данной лекции. Я бы провел бы такую же аналогию и к 109-му псалму. О чем идет речь в первых шести стихах? По сути дела, это некое пророчество, первый или четвертый стих, и дальше пояснение, как оно будет, как это так, сидея деснуя меня, как это, починам Хеседека. И мы видим здесь с одной стороны роль этого государя, который обозначен словом «господин», который как бы выше Давида, если взять во внимание традицию отождествления авторства этого псалма с самим пророком Давидом. И вот получается так, что только в 7-м стихе мы переходим к некой реальной жизни, реальной жизни самого этого царя, который будет выше Давида, этого господина, который обозначен также Господом. И вот он спускается на землю. Мы видим его в действии. Он идет в поход. Он жаждет. Жаждет, как обычный человек. Он хочет воды. И он пьет эту воду. И этой воды ему достаточно, чтобы поднять голову. Даже в малых нуждах, когда он кричит «жажду», Господь его не забывает. Вспомним последние слова Иисуса со креста. Жажду. В этом случае разве он просит просто воды? Ему подают уксус, но ему не нужна земная пища. Ему нужна эта жажда Бога общения. Уверенность, что Бог с ним. И мы в конце мы встречаем как бы негласный ответ, как будто он услышал этот насыщающий ответ от Отца, оставшийся невидимой для людей, стоящих у креста. Мы видим этот ответ в словах «Вруцы твои предают дух мой». Он уверен в Боге. Он ему предает свою душу. В его объятия он идет навстречу на небо. Итак, мы спускаемся на землю. Мы видим в действии этого человека-государя. Но с другой стороны, мне было важно подчеркнуть этот образ судьи, что он, хотя человек, который алчит и жаждет, в то же время является судьей земли. И вот тут, вот в этом очень странном псалме постоянная перекличка образа, что хотя Господь верховный судья, но он все придает в руки этого господина. И хотя господин алчит, но в то же время он выполняет роль судьи. Здесь какое-то такое постоянное взаимное общение. В котором мы даже теряемся в какой-то мере. А кто же из них главный? С одной стороны, главный Господь, который все покоряет под ноги. А с другой стороны, раз он все покоряет под ноги сидящему на престоле, значит, он всего лишь его полководец. А главным является тот, кто сидит на престоле. И этот парадокс также осмысливает и обыгрывает автор послания к евреям. Что когда Господь покорит под ноги ему, мессию, все, тогда и сам мессия покорится покорившему его все. И в этом есть какое-то некое смирение, самоумоление не только Иисуса, как раба Божия, который смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Но в этом есть парадокс смирение самого отца перед сыном, который покоряется сыну, чтобы сын покорился отцу. Они как бы соревнуются друг в другу в неком этом самоумолении, радивящей славы того, которого ты любишь больше себя. И вот в этом таком парадоксе смены ролей мы видим намек, пусть некий прообраз, как апостол Павел пишет тускло, как сквозь мутное стекло, гадательно, или как Василий Великий говорил, как бы сквозь зеркало, мы начинаем предугадывать пророческий характер внутри троечных отношений отца и сына. Потому что, как я уже подчеркнул и подчеркиваю, в этом псалме уникальнейшем вот ну никак мы не можем спуститься на землю в том, что здесь подчеркивается не царственность, а личностность того единственного и неповторимого, который был одновременно и царем, и мессией. Надо сказать, что на границе Нового Завета, на границе эпохи Нового Завета, так сказать, перед Рождеством Христовым, в иудейской апокалиптике было очень сильное ожидание мессии. Более того, в некоторых апокрифах, как завещание 12 патриархов, этот апокриф появился где-то во II-I веке Дорожства Христова, и потом редактировался каким-то христианским автором. Там есть два мессии, не просто две стороны одного мессии, а два мессии, мессии от Иуды, вождь, полководец, который выгонит всех нечестивых завоевателей, там римлян в том числе и так далее. И, наконец, установит царство Израиля по всей земле. И тогда Израилю покорятся все народы. Есть второй мессии от Ливия, некий первосвященник будущих благ. И вот эта роль этого священника, медиатора между Богом и землей, посредника, метатрона, того, кто стоит у трона, за троном, было очень популярно в межзаветной апокалиптике. Это всякая енохическая литература. Книга Еноха, там, первая, вторая, в кумранском, в кумранских рукописях тоже есть очень много этих разных указаний на посредника, который предстоит у престола Божия, является вестником Божиим, ходатайств за народ Божий, но некий такой образ особо священника, как посредника. Итак, два человека, две личности, но Христос, как это часто мы наблюдаем в евангельских повествованиях, он как бы возвращает нас к исходной точке, так сказать, назад в будущее совершает такое путешествие, возвращается к некому исходному идеалу, обозначенному в книгах Моисея и в книгах пророков. Он как бы отвергает, откладывает сторону не только фарисейские нагромождения в плане мелочности предписаний, но даже вот эту межзаветную апокалиптику, которая претендует на раскрытие тайн неба и земли. Отвергая это, он в то же время в себе соединяет то, что было обозначено в древних текстах, в то, что он является воедино и царем, и превосвященником. Но, опять же, ветхозаветных текстов пророчествующих об этом крайне мало, и поэтому мы в них можем угадывать прообразы, а не жесткие конкретные очертания в отношении роста, веса, цвета волос Мессии или других таких конкретных указателей, которые бы как фотография позволили бы иудеям древности безошибочно определить, кто же этот Сын Божий. Если присмотреться к цитатам из 109-го псалма в Новом Завете, можно заметить, что в надписании псалма именем Давида апостолы усматривают указание на голос царя Давида, который пророчествует о более высоком господине, воцарившемся на небесах эсхатологическом Мессии Иисусе. Наиболее последовательная аргументация в пользу того, как Христос принял священство по чину Мерхиседека, развивается в послании к евреям. Автор послания раскрывает тему соединения во Христе царства и священства. Иисус, как сказано в послании, страданиями навык послушания и совершившись, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником вечного спасения, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мерхиседека. В конечном итоге, если присмотреться к тексту послания к евреям, уже не Христос становится подобным Мерхиседеку, а Мерхиседек превращается в уменьшенную копию Христа, его прообраз, как сказано в другом месте, Мерхиседек, царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дня, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Превосходство первосвященства Христа не столько в том, что он пребывает вовек, сколько в том, что он воссел одесную престола величия на небесах. Не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Таким образом, первосвященство Христа выше не только Мерхиседека, но и даже священства Аарона. Соединяя воедино повествование о Мельхиседеке из книги Бытия и два ключевых пророчества о Государе из 109-го Псалма, автор посланника евреям последовательно доказывает, что Иисус, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его, положены в подножие нох его, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Сложный, повторюсь, псалом, необычный, там все как-то спрессовано, и сами формы слов, и что-то хочется пояснительного, а его нет, поэтому все строится на аналогиях, интерпретациях, но я потому хотел подчеркнуть вам роль послания к евреям в интерпретации этого псалма, потому что, во-первых, это новозаветный текст священный, во-вторых, он фактически сдает все границы той догматики православной, которая в последующем была утверждена на Вселенских соборах. Фундамент для ороса Вселенских соборов или для размышлений святителя Афанасия Великого в отношении единосущей отца к сыну берется на основание посланий к евреям, а посланий к евреям в свою очередь мы можем рассматривать как экзогетический текст к данному псалму, так что мы здесь видим такую прямую линию преемства священных авторов не только в самих пророчествах, но и в пророческих интерпретациях этого пророчества, можно так сказать. Кстати, если говорить о вдохновении святым духом вплоть до четвертого века, это тоже в пику протестантским фундаменталистам, богдухновенными в церковной традиции назывались не только тексты священного писания о географии, но и тексты святых отцов и даже определение вселенских соборов, как сказано в начале каждого ороса, «изволися святому духу и нам». Поэтому то, что мы сейчас сужаем границы богодухновенности до границ текста священного писания, это очень узкий взгляд. В древности к священному тексту относились немножко попроще, видя в нем и человеческий элемент, видя в писаниях богочеловеческий так сказать компонент. Но границы самого определения богодухновенности расширялись до высказываний современных отцов и вообще в тех благочестивых христиан, которые под воздействием святого духа говорили какие-то очень правильные высокие вещи. Так что дух святой он не перестал действовать во времени, не прекратил свое излияние в день пятидесятницы, но и по-прежнему действует через очищенных сердцем людей. И в наше время, читая святоотеческие или современные какие-то благочестивые книги, мы можем увидеть там отголосок этой печати святого духа. Другими словами, богодухновенность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok